Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнберга Zeitung. Планы перестройки городской библиотеки в Нюрнберге стали камнем преткновения для Горсовета и Общества защиты памятников архитектуры Альштадтфройнде. Год назад город одобрил модель архитектурного бюро Каплер. Год проект никого не возмущал, а теперь, за несколько недель до начала строительных работ, слышится все больше критических отзывов о планируемой постройке. В первую очередь она не нравится Обществу Альштадтфройнде. Аргумент членов общества – планируемое здание очень массивное и не вливается гармонично в комплекс построек окружающих библиотеку. В прошедшую субботу, 25 июля, члены Общества Альштадтфройнде провели акцию в центре города и собрали 1150 подписей против новой постройки. Цель Общества – новая планировка библиотеки. В прошлом выпуске я сообщала о споре о гноме, который салитирует так, как это было принято во времена Гитлера. Юстиция Нюрнберга закончила рассмотр художественного объекта нюрнбергского художника Отмара Херла и подтвердила, что гном не является фашистской пропагандой. Напомню, что в Германии использование символов фашизма не преследуется законом только в том случае, если символика выражает критику неправомерных организаций. Но прокуратура города Нюрнберга все же видит некую опасность злопотребления гнома. Поэтому цель показа гнома должна каждый раз быть проверена заново. В Нюрнбергском зоопарке Тиргард на прошлой неделе умер дельфин. Еве было 40 лет. Как показало вскрытие, она умерла от воспаления головного мозга. Ева жила в Нюрнбергском зоопарке 27 лет. Здесь она родила в общей сложности шестерых дельфинят, но двое из них умерли. Пару дней до смерти Евы в зоопарке умер и морской лев Майк. У него произошел отказ в циркуляции сердца. Город Нюрнберг хочет принять участие в проекте инновативные городские прокаты велосипедов. Проект пройдет по всей Германии. Его цель увеличение пользования велосипедом как экологически чистым транспортным средством. Восемь городов Германии, попадающие в проект, получат в течение трех лет более 12 миллионов евро субсидий. В Нюрнберге планируется покупка 750 велосипедов, которые можно будет взять на прокат на 65 прокатных станциях. Спрос на велосипеды на прокат велик. Так, во Франкфурте и на Майне было приобретено 800 велосипедов. В прошлом году их использовали туристы и жители города для 126 тысяч поездок. Ну а теперь в конце передачи, как всегда, мое предложение, чем бы вы могли заняться в наступающие выходные. И в эти выходные я зову вас просто выйти на улицы Нюрнберга. В наступающие выходные с 31 июля по 2 августа Нюрнберг будет во власти парта. Все выходные на улицах города будут выступать известные и менее известные музыканты. Что замечательно, посетители традиционного музыкального фестиваля Бардентрефен целый день ожидают концерты, на которые мне нужно приобретать билеты, так как фестиваль бесплатный. Ну вот и все, наши новости подошли к концу. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге-регионе вы найдете, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz-online.te И будьте со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск новостей. Всего вам хорошего, отличной недели. До следующей встречи.